Встреча с Лукашенко 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 которые сейчас предлагаются пострадавшим от наводнения, президент попытался переубедить. Матвей побежал во двор, где собирались жители этого пункта временного размещения. Владимир Владимирович, можно вопрос по сертификатам? Зарешите обратиться. Владимир Владимирович, можно еще одну задать вопрос? Владимир Владимирович, можно спросить вас? Живой разговор с президентом длится прямо на улице. Вот уже 20 минут каждому здесь дают слово, внимательно выслушивают. Люди говорят все, что считают нужным, говорят о наболевшем. У иркутского губернатора Левченко ходят жилваки. Каждое новое обращение людей к президенту показывает, как много здесь, мягко говоря, проблем. За 10 тысяч ходили, по два раза писали заявление. Сейчас уже пять раз это заявление написало. Даже по 10 тысяч некоторые не получили. Это что такое-то? Как это понимать? И это при том, что деньги из федерального бюджета пришли в регион очень быстро. Более того, по указу президента, наводнение было признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Подключены армия, усиленная группировка МЧС, МВД, Минздрава. Федеральное медико-биологическое агентство не допустило распространения инфекции. После такого наводнения в жару здесь могла вмиг вспыхнуть массовая эпидемия. Но вот региональные чиновники, судя по рассказам людей, справились с задачами, мягко говоря, лишь частично. На совещании с Путиным ноги тулунских чиновников под столом буквально ходят ходуном. Какая еще комиссия? Сколько еще комиссий будет? Одни приходят, другие приходят, третьи приходят. Что-то говорят, что-то подписывают. Людям ничего не ясно. Каждое вышестоящее начальство говорит по-разному. Кому слушать, как слушать? Ну вот это плохо, что разные говорят по-разному. Сами слышали. Не знают, куда пойти. Информации нет никакой. На что человек имеет право, на что не может рассчитывать. В этом пункте размещения, конечно, устроили образцово-показательный порядок. Что именно разъясняет прокурор? Требования законодательства. Но люди жалуются на повальную неразбериху с гуманитарной помощью. Приходят вещи и прямо их кидают на землю. Есть случай, когда он просто разбрасывается. В воду. Но это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших. Жители не понимают, останется ли в собственности земельный участок, на котором стоял уничтоженный теперь дом. Вчера уже сказали, что ее будут снимать с учетов, с кадастров или как это правильно? Первый раз это слышим, мы сегодня поговорим об этом. Вы хотите, чтобы она у вас в собственности осталась? Да, конечно, огородка. Не переживайте, останется. Сделать нужно так, как люди сами захотят. В двух метрах от того места, где Путин разговаривает с местными жителями, на козырьке здания сушатся десятки поробови. Люди ходят по по-прежнему частично затопленному городу. Дома, которые плавали по городу, как картонные коробки, теперь сгружены друг на друга и стоят без окон и без дверей. Трудно представить. Но ведь еще недавно это вполне комфортный дом, в котором жила, судя по всему, большая семья. В одночасье люди потеряли все. Это все приплыл, это не наше. Очень. Здесь автостанция была, будочку поставили временно, автостанцию не шло. Скамейки автовокзала без здания автовокзала. Попытка вернуть обычную жизнь. Я это внимание не чувствую. Вот сейчас уже начинаем чувствовать. Вот когда мы приехали, мы чувствуем. Люди разные, жизненные обстоятельства тоже разные. Путину в мельчайших деталях рассказывают, у кого какое жилье в собственности, прописано ли там свихровь или теща, вступили ли в наследство, сколько детей. Сын работал, его уволили по работе. И ребенок в шестнице, и зарплату не заплатили. И выгнали. А где он работает? В бетоне. Сказали трудовое, он говорит, уплыла. И вот сидят с ребенком, ни детских, ничего, на мою пенсию. И документы не восстановили? Нет, ничего не дал. Почему? Дайте данные на вашу пенсию. Полномочный представитель президента по поручению президента записывает телефоны и адреса всех обратившихся. Сейчас, секундочку. Вот свои данные. А где вы женщины? Она у нас шла. Женщина, которая только что говорила. Дайте ко мне сюда. Давайте пропустим. Сторончик просто разойдем сейчас. Сторончик. Упрепли. Это, видимо, успокаивает людей. Некоторые отходят в сторону и просто смотрят на происходящее, сидя на скамейках. Вот он приехал, мы теперь будем верить. Я уверена, что он сделает все, что может. Выплатили, слава богу, по 100 тысяч, по 10 тысяч. Так получили, по 100 тысяч, так далее. Да, выплатили. Есть еще вопросы? Вопросы были. Незаконная вырубка лесов, которая поспособствовала разгулу стихии. Возят же столько леса. У них у самих там скоро пустыня будет. И у нас здесь скоро так будет. Стараемся с этим бороться. Нужно усилить контроль за лесопользованием в целом. Не только в регионе, в стране. И самые важные вопросы про новое жилье. Вопрос ведь не в том, чтобы быстро построить. Это важно. Вопрос качественно. Качественно построить. Чтобы потом не развалился и не промерзл. Это же не ее качество. Абсолютно точно. Нас не бросит самое главное. Можно доехать. Спасибо, до свидания. До свидания, спасибо. Автомобиль Путина проехал буквально 100 метров. И президент увидел еще людей. Ну вот еще один стихийный разговор. На другой точке поселка. Он тоже остановился, чтобы поговорить с людьми. И мы видим, что еще один живой разговор. Мы думали, есть справедливость, наверное. И он поймет. Он видел нас. Он же не мог проехать просто мимо нас. Мы три недели живем на улице. Сейчас бы еще задать вопрос. Полтора годика маленькой. А вообще трое детей. И вам даже не предложили время? Ничего нам не предлагали. Ничего нам не предлагали. Оксана, ну, пожалуйста. Оксана, сюда можно, в центр. Что, вы задали в итоге? Да, я задала вопрос. Получила все ответы. Довольна. Наверное, найдут жилье. Дайте данные свои, пожалуйста. Предельно четкая рекомендация всем иркутским чиновникам. Напрочь исключить всякое чванство и хамство. Все? Владимир Владимирович. Все, хорошо. Владимир Владимирович, извините, пожалуйста. Можно вам руку? Пожалуйста. Да, конечно. Хорошему человеку. Путин не уезжал от этих людей, пока свои вопросы не задали все. Мы точно это решим. До свидания. До свидания. До свидания. Что и как решено, президент сам проверит уже в сентябре.